Старинные совместные захоронения начала 17 века, династии рода царей Романовых, а также одного из основателей рода князей черкасских, Бориса Камбулатовича и его семьи, обнаружены в Новоспасском монастыре города Москвы во время реставрации Знаменского храма. Это археологическая сенсация, уверенный в Новоспасском монастыре. Четыре захоронения начала 17 века нашли во время реконструкции Знаменской церкви. Когда работники монастыря вскрывали древние полы, были уверены, что обнаружат под ними могилы бояр Романовых. Ведь Новоспасский монастырь издревле считается усыпальницей родственников царской династии. Но в подвале оказались гробницы представителей княжеского рода черкасских, родом из Кабарды, которые издревле служили при русском дворе. Здесь был кирпич. Как бы вот здесь часть свода была сохранена. Вот сейчас она следы древнего свода осталась. Вот. Когда мы начали копать, здесь сверху был насыпан кирпич и грунт. Сразу вот обнаружилась первая вот эта могила. Это Марфа Никитична Романова Черкасская, которая была родная тетя Михаила Федоровича Романова, первовского царя. То, что здесь покоится Марфа Романова Черкасская, подтверждает надпись на надгробии. Согласно летописям, Марфа Никитична несколько лет воспитывала своего малолетнего племянника Михаила Романова, впоследствии первого царя из Романовской династии. Рядом с ней две детские могилы. Предположительно, это дети черкасских. И, наконец, четвертое захоронение не имеет надгробия с надписью. Но исследователи полагают, что в гробнице останки мужа Марфы Никитичны Бориса Камбулатовича Черкасского, боярина московского воеводы, одного из самых влиятельных политиков московского царства в конце 16 века. Окончательно установить, чье это захоронение удастся после проведения экспертизы. То есть вот эту штуку нужно обломать плиты, перенести туда, а потом здесь расчистить и посмотреть под усыпальницей Романова Славокопьевца. Борис Камбулатович Черкасский был двоюродным братом супруги Ивана Грозного Марии Темрюковны и одним из первых кабардинцев, поступивших на службу к русскому царю Ивану Грозному. В составе делегации князей Кабарды молодой Хорошай Мурза прибыл в Москву в 1578 году и остался при дворе, получив при крещении имя Борис. Представитель древнего черкесского рода стал знатным боярином и опытным военачальником, воевал с крымским ханством и занимал высокое положение при дворе. Однако после вступления на трон Бориса Годунова, Черкасский попал в опалу, как родственник бояр Романовых, претендовавших на престол. Как и многих других, Бориса Камбулатовича арестовали и пытали на дыбе, а потом вместе с семьей выслали в Белозерье, современную Вологодскую область. Там в 1601 году он и умер, но после реабилитации Романовых в 1606 году был перезахоронен в Новоспасском монастыре. По сути, обнаруженная могила Бориса Камбулатовича – самое старинное, известное захоронение всего рода черкасских. В том виде, в котором мы их обрели, эти останки, да, то есть совершенно нетронутыми, практически неразоренными, что было здесь, в общем-то, довольно-таки очень много, и многие Романовые захоронения пострадали здесь как раз и в польское время нашествия здесь, 1611 год, еще 12 год. И при Наполеоне практически весь некрополь был уничтожен при нашествии Наполеона. То, что мы имеем сейчас, это говорит о том, что сейчас мы имеем возможность отдать должное почести тем самым людям, которые, собственно говоря, здесь у нас находятся. Это, в первую очередь, конечно, представители, получается, сейчас черкасских у нас, Шереметьевых, Романовых и, собственно говоря, всех остальных, кого нам сейчас при археологических раскопках удастся найти. Раскопками в Знаменской церкви занимаются сотрудники Новоспасского монастыря. Они уверены, что в старинных подвалах скрыто еще немало таинственного, ведь князей черкасских хоронили здесь несколько сотен лет. И именно на этом месте, над могилами своих родственников, Николай Шереметьев приказал в конце 18 века построить Знаменскую церковь. При этом сам Николай Петрович Шереметьев был представитель черкасского рода по матери. Не было такого разделения, потому что все создали нашу общую землю, империю. Поэтому сейчас настолько стал важен момент восстановления усыпания церкви, восстановления общности, восстановления того, что все наши предки вместе служили одной идеей, одному государству. Это настолько важно, я думаю, что все понимаем. В Новоспасском монастыре намерены довести до конца археологические раскопки на месте захоронений. Это отнимет еще не один месяц. Шаг за шагом аккуратно снимать старинные полы, не повредив саму церковь. После завершения реконструкции гробницы будут выставлены в храме, чтобы каждый желающий мог узнать о роли древнего рода князей черкасских в развитии России и прикоснуться к нашей общей истории. Россия как государство и тип цивилизации в самом деле создана общими усилиями населяющих ее народов. И примеры этих усилий берут свое начало в глубине вековых взаимоотношений, в частности русского и адыгского черкесского народов. Это времена и князей Мстислава Удалова и Косожского, адыгского князя Редеди, это бояре и цари Романовы и их ближайшие родственники и сподвижники князья черкасские. Это и породненные веками другие известные роды, Трубецкие, Шереметьевы, Долгорукие и многие другие рода черкасских. Ближайшими родственниками и сподвижниками Романовых были выходцы из Кавказа, князья черкасские. На их средства в Новоспасском монастыре были построены Николский храм, который вот находится здесь, были построены больничные палаты. Во вкладной книге написано, что это было все сделано иждивением Якова Куденетовича Черкасского. Князья черкасские внесли большой вклад в историю, культуру и вообще взаимоотношения двух народов, российского и адыгского, кабардинского, черкесского, которые являются одним народом. В усыпальнице были похоронены несколько поколений черкасских. Это выдающийся род, который дал многих военачальников, государственных деятелей, выдающихся людей культуры и науки. Они поминаются ежедневно на службах в монастыре, как те, которые делали большой вклад в наш монастырь. Нам представляется, что мы очень много знаем о Кавказе и действительно знаем немало. Но сегодня очевидно, что со дна исторического времени, океана исторического времени, как Атлантида, всплывает огромная и многообразная страна Черкесия, о которой мы знаем гораздо меньше, чем хотелось бы. И тут гораздо больше вопросов, чем ответов. Есть много западных европейских источников, которыми, собственно, и пользуются сегодня, для того, чтобы рассмотреть эту новую Атлантиду. Думаю, что есть еще одна очень важная возможность, которой мы пользуемся далеко не достаточно. Это восприятие Черкесии во всем ее многообразии, во всей ее особости, русскими мемуаристами, генералами, офицерами, русскими интеллектуалами, писателями. И вот если мы всерьез проанализируем, сконцентрируем, изучим этот российский материал, то думаю, что мы очень много нового узнаем об этой замечательной и пока еще загадочной для нас. Продолжение следует...